всем привет с вами ирина и канал mydiy life сегодня мне захотелось пофантазировать на географическую тему карты атласы и все такое прочее смотрим что получилось для первой переделки мне понадобились часы из фикс прайса и старый дорожный атлас часы эти состоящие из букв прямо просятся разделить их и использовать как декоративную настенную надпись вынимаю часы они мне больше не понадобятся хотя при желании можно их оставить и отделяю все буквы я распиливала пластик ручным лобзиком так аккуратнее всего получается можно разделить и канцелярским ножом хотя выходит уже менее аккуратно можно сломать пластик мне кое-где пришлось и ножом пользоваться потому что не везде получалось подлезть с лобзиком места бывших соединений хорошенько зашкуриваю и подчищаю чтобы максимально убрать все неровности и заусенцы там где я отсоединяла буквы остались дырки но это все я буду прятать дальше беремся за карты у меня это как я уже сказала старый дорожный атлас европы я когда-то сто лет назад еще до появления google maps покупала себе его в поездку можно взять любые странички с картами что найдете старый школьный атлас например карту города ну или на худой конец распечатки из интернета сейчас их найти не проблема мне тут пришлось изрядно поразвлекаться с фигурным вырезанием чтобы все излишки карт хорошо загнулись на бока особенно на внутренних частях букв я надрезала прямо по месту и после отгибания припусков хорошенько прошлась мокрыми пальцами по поверхности чтобы все плотно прижать и по возможности разгладить все все морщинки я промазываю каждую букву клеем пва укладываю на карту обрезаю лишнее оставляя небольшие припуски и потом промазываю лицевую часть буквы еще раз клеем чтобы карта хорошо пристала к букве а излишки загибаю на бока букв у меня бумага на картах очень тоненькая и сильно морщится от клея но потом после высыхания все хорошо натянулась и складки практически все ушли на букве о вместо часов я вставила картонку соответствующего диаметра можно было оставить как есть без середины но я решила поставить сюда кусок карты крупнее мне кажется так интереснее будет выглядеть на карте потом можно добавить поверх декоративную надпись можно конечно и часы было оставить просто за декорировав картами рамку тоже будет неплохо смотреться после того как лицевая сторона букв была готова я нарезала из карт полоски соответствующей ширины и обклеила ими все бока букв я старалась где возможно соблюдать расположение морей и суши то есть там где на лицевой стороне было море на бок клеила тоже море но так получилось не везде в целом в глаза совершенно не бросается финале промазала буквы не разбавленным пва и оставила сохнуть чтобы еще больше смягчить стыки рисунков на буквах я взяла губку и прошлась коричневой краской по всем ребрам и краям букв немножко их затемнив буквы сразу становятся более выразительным самом конце покрываю все матовым лаком задняя сторона у букв пустотела и подвесить их так достаточно проблематично к тому же в местах где я отделяла буквы остались просветы закрытые в общем-то только бумагой так что я решила сделать буквам задник тогда можно и на двусторонний скотч их подвесить и подвесы добавить при необходимости но и заодно эти вот просветы укрепить я обводила буквы на картоне вырезала картон с припусками и припуски нарезала лепестками а потом загибал получившиеся конструкции вставила в буквы с изнанки с буквой о как вы понимаете было проще всего но она остальных я не стала заморачиваться с самыми тонкими перемычками и вставляла картонные задники только на широких участках перекладинках вставки я потом прошла по периметру горячим клей можно покрасить изнанку в белый цвет чтобы было совсем аккуратно идея этого декора очень хорошо укладывается в поговорку в гостях хорошо а дома лучше или по-английски there is no place like home можно кстати дополнить home началом поговорки написав ее например на стене либо внутри буквы о ну если вы конечно не противник английских надписей в декоре я повесила эти буквы в детскую мне кажется они смотрятся одновременно ярко и издержанно и прекрасно туда подходит для малышей можно дополнить буквы маленькими игрушками покрасив их в нейтральный цвет самолетик паровозик машинка и кораблик отлично дополнят тему путешествий следующее что мне захотелось сделать большую карту мира на стену конечно начала я с поиска подходящей карты для распечатки и в процессе наткнулась на совершенно потрясающий сайт о котором хочу вам рассказать коллекцию карт дэвида рамси там просто невероятная подборка карт в том числе очень древних 15 16 века есть и карты городов и отдельные регионы и конечно карты мира географические карты и всячески специализированные можно искать поиском набирая например россия или пролистывать по разделам особенно интересные интерактивные глобусы их можно крутить как хочешь приближать нужный участок в общем играться по всякому кроме географических карт есть тематические я нашла например классную карту солнечной системы из какого-то советского учебника 70-х годов в общем там можно зависнуть очень и очень надолго я после долгих раздумий и выбора взяла красивую голландскую карту 16 века карты здесь бесплатные любую можно скачать я правда не сразу разобралась как для этого нужно нажать на кнопку экспорт и выбрать разрешение для печати лучше берите самое большое архив сохраняется к вам на компьютеры файл из архива можно уже использовать для распечатки игорь поделил мне карту на кусочки для печати вам как обычно оставлю шаблон в описании под видео и у меня получилось 9 листов формата а4 дальше распечатки нужно состарить тут старый и проверенный способ состаривания бумаги при помощи кофе либо чая я больше люблю кофе мне нравится какой получается от него оттенок больше чем от чая обычно я завариваю растворимый кофе очень крепкий прямо 45 ложек кофе на чашку и дальше наливаем немножко раствора на бумагу размазываем по поверхности чтобы лист весь был покрыт и ждем высыхания лучше дождаться высыхания естественным способом оттенок получится более неравномерный и интересный но я конечно не дождалась и сушила листы утюгом прокладывая между листами чистой бумаги тут важно ставить утюг на минимум чтобы краска на рисунке не расплавилась и начала отслаиваться ну и конечно такой вариант возможен только с распечатками на лазерном принтере струйные чернила от влаги поплывут в этом случае лучше состаривать чистые листы а потом уже на них печатать после первого раза цвет у меня получился очень уж равномерный и я добавила второй слой кофе старалась сделать цвет поярче ближе к краям где-то прямо насыпала растворимый кофе на влажную бумагу и потом складывала листы лицом к лицу чтобы получился более насыщенный оттенок тут все в общем-то методом проб и ошибок делается но если вдруг вы переборщите и получится слишком темно не пугайтесь во первых после высыхания все сильно светлеет ну и кроме того всегда можно аккуратно промыть лист под струю чистой воды цвет немножко смоется хорошо все просушиваю и в самом конце проглаживаю утюгом чтобы листы стали более-менее ровны смотрится уже очень аутентично остается вставить картину в рамки я купила самые простые дешевые деревянные рамки в леруа по 50 или 60 рублей к сожалению них не было в наличии черных так что я решила взять какие были и покрасить самостоятельно перед покраской немножко прошкуриваю рамки абразивной губкой чтобы убрать ворс эти рамки обычно очень шершавые после покраски выглядят неаккуратно крашу акриловой краской в графитовый цвет мне пришлось красить в два слоя чтобы получился плотный тон и остается развесить рамки чтобы расстояние между ними было идеально одинаковым это важное условие чтобы итоговая композиция хорошо смотрелась такие винтажные карты очень красивые в индустриальном интерьере с кирпичом кожаными креслами и прочей брутальной атрибутикой но и у нас на стене выглядит очень уместно получается очень простой и быстрый в изготовлении декор для стен если подумываете как разнообразить большую пустую стену рассмотрите и такой способ с картами мне кажется декор получается очень эффектный следующий проект переделка двух маленьких глобусов у меня не диаметром 10 и 15 сантиметров буду делать из них стильный декор снимаю шары с подставок и крашу в коричнево-серый тон я буду шары обклеивать и подложка нужно чтобы яркие моря и материки не просвечивали не обязательно прямо плотный тон делать главное приглушить яркие исходные краски и цвет подложки может быть любой нейтральный темно-серая темно-коричневый и тому подобное примерно на пол дороги я подумала что мне нужно будет прорисовать меридианы так что взяла сантиметр и тонким маркером сделала разметку по уже покрашенному ориентируясь на просвечивающие сквозь краску родные меридианы на глобусе так я покрасила и разметила половинки глобусов а потом перевернула и также покрасила и доразметила вторые половинки я задумал эту переделку вдохновившись ротанговыми глобусами из магазина антропологи и буду обклеивать их сизалевым шпагатом я подобрала максимально визуально близкий материал кротан с обклеиванием думаю всем все понятно примерно так же как обклеивают картонные коробки банки и все такое прочее веревкой на горячий клей плотно укладываю нитку шпагата виток витку вокруг глобуса чтобы не потерять места разметки сначала я решила воткнуть канцелярские кнопки в 2-3 местах на глобусе а потом проводить через них линию на уже обклеенном шаре но это казалось плохой идеей кнопки держались не очень норовили вывалиться так что я в итоге просто прорисовала меридианы карандашом поверх веревки ориентируясь на разметку а дальше подрисовывала продолжение по мере приклеивания веревки глобуса эти поселились у меня дома можно сказать случайно я покупала сыну глобус в комнату и при заказе перепутала размер он оказался слишком маленький и не информативный но такой хорошенький был что я уже целенаправленно докупила к нему уже совсем малыша в пару чтобы потом задекорировать они совсем недорогие я оставлю в описании ссылки на похожие если захотите повторить мой вариант декор честно говоря на этапе выбора материала для обкленивания я очень сильно сомневалась в выборе сезаль казался мне очень уж лохматым я боялась что шары будут выглядеть неаккуратно хотела использовать бумажный шпагат но тот вариант что мне понравился стоил дорого и ждать его доставку сазона надо было недели две так что решилась в итоге на сезаль но в итоге довольна его видом вышло очень похоже на ротанг и рисунок аккуратный и лохматость после приклеивания видна стала намного меньше ну а чтобы избавиться максимально от торчащих волокон я в самом конце еще подстригла шары острыми ножницами и они стали выглядеть уже совсем хорошо и аккуратно та катушка сезаля которую я показывала в начале в итоге у меня израсходовалась где-то наполовину так что у шпагата уходит немного меридианы в оригинальных глобусах были оплетены нитками и я решила взять подходящие коричневые нитки и прошить сезаль по меридианам у меня тут изогнутой иголкой но не обращайте на это внимание прямой иглой тоже все вполне получится я прошивала обычными швейными нитками коричневого цвета меридиан в одном направлении стараясь через каждые три-четыре витка прошить иголкой насквозь сезалевую веревочку а потом в обратном направлении проходила еще раз оплетая шов чтобы меридиан вышел поярче если не хочется возиться с шитьем как вариант можно приклеить нитку просто поверх сезаля но прошитый смотрится на мой взгляд лучше основание глобусов я покрасил сначала взяла молотковую бронзовую краску но цвет мне не понравился какой-то очень плоский получался так что в итоге перекрасила их золотой ну и чтобы основание смотрелись поинтереснее я выпилила из тонких планок два деревянных кружочка соответствующих размеров подшкурила их и покрыла морилкой которая осталась от ремонта после высыхания я приклеила основание к деревянным кружкам на горячий клей остается только поставить глобусы обратно на основание эти глобусы жили у меня дом уже больше полугода долго не могла решить что именно с ними сделать изначально я хотела покрасить их в черный или белый цвет и выделить материки золотом такого декора много в пинтересте мне очень они нравятся но их очень уж много а я не люблю такие сбитые варианты и поэтому все тянуло и потом наткнулась на этот вот вариант из ротанга на мой взгляд очень стильно и не банально смотрится и сочетание натурального шпагата золото и дерево подойдет под очень многие стили если вам понравилось это видео было для вас полезным то как обычно мне будет очень приятно если вы поддержите его большими пальчиками вверх и подпиской ну а на сегодня все всем пока